МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Я Каролина Ашо. Я Вася Фроловов. Мы работаем в телеке уже 10 лет. Кроме того, мы еще и лучшие подруги. А что главное в женской дружбе? Солидарность? Нет. Сплетни? В топку сплетни. Главное, шмотки. Шмотки, шмотки, шмотки. Может, хватит уже? Нет, ведь мы прокачаем всех ваших подруг, соседок и даже сестер. А для этого нужны шмотки, и мы знаем, где их взять. В эфире тетки и шмотки. Вперед! Переделывать ваших подружек мы будем не одни. Нам помогают лучшие специалисты в мире моды. Стилисты, визажисты, парикмахеры и, конечно же, дизайнеры. Прокачать девушек нам помогут стилист Настя Степула и модный блогер Сергей Молодцов. От работы, как известно, и кони дохнут. Но без нее, увы, не обойтись. И девушка Вика знает об этом не понаслышке. Поэтому, мечтая о солидной должности, она подрабатывает курьером вот в этой вот конторке. Именно здесь мы ее и подкараулим. Здравствуйте, меня зовут Оксана. У меня есть подруга Вика. Она мечтает работать в крупной международной компании, но одевается, скажем так, не по формату. По образованию я экономист. Но, к сожалению, в последнее время у меня работы нормальной нет. Она на собеседование делает какие-то несуразные вещи, которые не совмещаются между собой. Я люблю удобную одежду, вещи, которые позволяют мне быстро передвигаться по городу и не чувствовать дискомфорта. Я мечтаю ее увидеть в деловом стиле, в красивом костюме, с прической. Пожалуйста, прокачайте мою подругу. Музыка 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вика! Да. Привет. Здравствуйте. Что, ищешь работу, наверное? С бумагами ходишь? Ну да. Выглядит она соответственно тем конторам, которые она разносит корреспонденцию. А это что, розыгрыш какой-то? Нет, это не розыгрыш. Мы здесь для того, чтобы ты нашла себе хорошую работу. Потому что твоя подруга Оксана нам все про тебя рассказала. И она нам сказала, что ты не можешь найти работу, скорее всего, из-за того, что ты не очень правильно одеваешься. Я не удивляю, что Вика не может найти себе работу. Потому что если она ходит в таком наряде на собеседовании, безусловно, ее путают с другими. Она ничем не выделяется. Она сказала вам, что я плохо одеваюсь? Ей хотелось бы видеть тебя модной, красивой, нарядной. Для того, чтобы ты уже 100% нашла себе хорошую работу. В белых кедах и в белой куртке она серая мышь, на которой взгляд совершенно не останавливается. Поэтому у нас есть на тебе серьезные планы. Мы хотим тебя забрать на целый день. Что вы хотите со мной сделать? Мы хотим тебя приодеть, причесать, накрасить. Ну, чтобы ты была красоткой. Да, ну, тогда я согласна. Все, пока согласна, надо войти. Девчонка, наверное, устала от того, как она выглядит. И умом понимает, что нужно что-то менять. Никогда я в подобных телешоу не участвовала, поэтому мне интересно. Ой, Вика, как много вышивки у тебя тут всякой. Да, это моя бабушка вышивает. А ты умеешь? Да, немножко научилась. Показывай, в чем ты себя презентуешь на собеседовании. Это мой любимый костюм, я так скажу, деловой. С элементами нижнего белья, с элементами рок-ку-ку, я бы так сказала. Ну, почему рюшечки? Красиво же. Наверное, Вика не совсем понимает, насколько в нашем обществе все еще актуально вот эта пословица «встречают по одежке, провожают по уму». Бездарно потратила деньги. Ну, я сношу еще эту юбочку, может, все не так плохо под... О, ГАДЭ! Да ты что! Берем, берем с собой обязательно. Наши стилисты тебе расскажут, почему такие юбки очень опасны. А вот это вот одна из моих любимых юбок. Ой, мне такой мама шила, когда мне было 10 лет. Я была самая прогрессивная в своем городе. Юбка-баллон. То есть, ходишь на собеседование в таких юбках? Ну, в караоке хожу петь. И на каблуках? Ну, да. Ну, да. Я в ней хожу в основном на дискотеки, и она так хорошо развивается, все парни вокруг мои. Это же самая модная вещь этого сезона – леопард. Ну, это не леопард, это долматинец. Где долматинец? Ну, вот, сверху. А там все-таки леопард. Тогда должен быть и сурок внизу, и панда. И тушканчик на плече. А вот и умины, штаны под этот костюмчик. Ты что, ну, это... Серьезно? Ну, да. Сочетать три анималистичных принта сразу – это необходимо иметь такую смелость и такой изысканный вкус. Это просто преступление в данном случае. Положи сама вот своими руками эти вещи в эту коробку. Ну-ка, ну-ка, что там в листе? Вот. О! Она очень подойдет к вашим юбкам. Да, не спорим, но это будет уже слишком. Ты знаешь, несмотря на то, что эта кофточка действительно неплохо смотрится, я бы, например, такую вещь вот на верхнюю часть тела не надела бы, потому что она не дает дышать твоему телу. Ну, это как будто бы клеем обмазан, да. Что не так? Юбки такие, как у них можно носить, а кофточки такие, как у меня нет? Я не понимаю. Ну, мне кажется, на сегодня улов неплохой, и мы с этой коробкой сейчас и вместе с тобой, конечно же, отправляемся к нашему знакомому стилисту, который посмотрит на тебя, даст свою оценку твоей фигуре и тому, стоит ли тебе дальше носить эти вещи. Потому что вот эти вещи, которые мы увидели, ничего хорошего тебе не сулят. Поехали. Того единого комплекта, в котором стоило бы ходить на собеседование, у нее нет. Это должен быть тщательно продуманный комплект одежды. Настя, у нас серьезная проблема. Как обычно. Наша героиня. Вика. Девушка, которая никак не может найти работу. И мы понимаем, почему. Мы уже побывали в гардеробе и поняли причину. Помогай, выручай. Скажи мне, а в чем ты ходишь на собеседование? Ну, вот здесь вот есть вещи, в которых я хожу на собеседование. Мой любимый пиджак с рюшами, блузка и юбка. Ну, звучит вполне достойно, но мне кажется, что все-таки стоит это увидеть. Там еще кое-что есть. Интересненько. Это мы уже покажем на себе. Пойдемте в примерочную? Пойдемте. Девочки, вы очень глупо выглядите. Ну что ты. Пройти собеседование вряд ли можно в таком наряде. Он был бы совсем неплохим, этот пиджак. Если бы не было этого искусственного кружева, я бы назвала его гипюром. Во-вторых, обилие деталей на блузке, которые уже не сосчитаются с этой дорочкой на пиджаке. И расклешенная юбка, которая, опять-таки, добавляет романтичности. Все слишком много всего романтичного. И все это выглядит, как будто ты пытаешься сделать вид, что тебе 12. Настя со своей критикой меня разгромила, конечно, но мне кажется, что я не выглядела настолько плохо, как она это описала. Далматинец на леопард, приправленный питоном. Блюдо из трех ингредиентов. По-моему, это деликатес. Уже смешно звучит, нет? Ну, по-моему, Василисе очень идет, очень неплохо. Это обман зрения, потому что Василисе идет все. Я не представляю, каким образом это будет сидеть на тебе, но вещи несочетаемы ни по цветам, ни по гаммам. Леопард у нас теплых оттенков, в алматинец холодно. Такие вещи меня пугают. Ну, эту кофточку мне подарили недавно. Я ее очень люблю, она очень красивая. Эта вещь, она очень сложная, и ее нужно уметь носить. И должен быть соответствующий образ во всем. Девочки, не разменивайтесь на 15 кофточек по 3 рубля. Купите лучше одну, но хорошую. Без вот этого блеска, без того, чтобы ваше тело не дышало. А что же тогда украсит мою фигуру? Главное, от чего бы я отталкивалась, это прямые силуэты, прямые линии. То есть прямые брюки, допустим, с укороченным пиджаком, который позволит тебе подчеркнуть талию. Либо юбки-карандаши удлиненные, либо платья-футляры. Спасибо. Сегодня у тебя счастливый день. У тебя есть стилист персональный, пользуйся этим. А мы теперь с Василисой поможем. Поехали. Поехали. Вик, помни о том, что нам нужна новая работа, а значит новые красивые вещи. Поняла? Да. Отлично. Но здесь такой выбор, что ты можешь выбрать себе совсем другую одежду, которую ты привыкла выбирать. Мы отходим от яркости, подходим к классике, но делаем ее модной, удобной и красивой. От яркости мы отходим? Ну, максимально. Идемте выбирать. Так, это значит классическое платье. Вот это, я так понимаю, да? Низ классический, а верх такой интересный. Это на работу устраивается? Ну да, что-то скромное, приличное, но в то же время интересное. Если ты хочешь устроиться работать в пиджейке, у тебя есть все шансы. Я хочу тебе показать, что даже свитера, если их совместить с классическими черными брюками, немного укороченными, могут смотреться достаточно универсально. Этот свитер какой-то будет старить меня. Но на работу так точно можно будет ходить. Ну, это универсальная вещь, я ничего о ней говорить не буду, да, мы ее носим совсем, всегда, в любую погоду. И разбавить ее вот такой вот свободной блузкой. Ну, мне нравится эта кофточка, но юбка будет точно такая же обтягивающая, как то платье, что я выбрала. Но с объемной кофточкой она будет смотреть совсем по-другому. Я, Настя, конечно, извиняюсь, но я решила нарушить твои указания и выбрала красное платье. В принципе, неплохое мне нравится, но, опять же, такие на собеседование, это будет, наверное, перебор. Ну, все зависит от того, как ты будешь себя чувствовать. Вот это пальто, которое ты можешь просто набросить на плечи. Ну, что ж, попробуем. Все, идем теперь. Пойдемте. Так какую работу мы ищем? Ежедневная зарплата от 5000 УЕ. Тебе не кажется, что ты выглядишь очень по-вечернему? Ну, возможно, босоножки не очень подходят. Знаешь что? В этом платье очень классно видно, что у тебя тонкая талия и очень крутые бедра. Это красиво. Но вот эти жуткие оборки и, действительно, этот бандажный силуэт, который совершенно к ним не лепится, создает такое несуразное впечатление. Это очень пошло и тебе некрасиво. Это разгром. Переодеваться надо срочно. Ох, какая серьезная. Вот объем, смотри, как я и говорила, сразу же тебе придал такую раскованность. Этот свитер, ну, вообще, я какая-то толстая совершенно. О, Боже, тебе действительно не нравится этот свитер? Нет. Поверь, тебе очень хорошо вот с этим объемом, потому что он, наоборот, тебя делает гораздо тоньше. То, что у тебя, ты довольно-таки крупная девочка, у тебя нельзя вещи, которые подчеркивали какие-то линии, а вот здесь, наоборот, добавляется какая-то мягкость. Тебе хорошо? Единственное, в чем я не уверена в этих ботильонах, которые, как мне кажется, в данном случае с укороченными брючками, они режут ногу, делают ее зрительно меньше. Иди переодевайся. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. СМЕХ Но я не совсем уверена в длине этого платья. Длина немножко опасная, особенно для собеседования. Чуть-чуть бы оно было длиннее, оно было бы вообще идеальным вариантом. Ну, а я бы сказала, что для собеседования оно как раз беспроигрышное. На собеседование я бы в таком не пошла точно. Если бы оно было черным, то возможно. Оно. Вот это то, что нам нужно. Ты видишь себя, идущий на собеседование в этом наряде? Да. Отлично. У тебя очень правильная длина юбки сейчас. Прям хочется рассматривать твои ноги, да? Тебе очень идет синий цвет. Под глаза, под цвет волос тебе красиво. Вариант однозначно победный, потому что это нетривиальное сочетание цветов идеально подходит под цветотип вики. Я в восторге. Спасибо вам за ваши советы. Мы, в свою очередь, еще не в восторге. Но, надеемся, будем очень скоро, после того, как посетим салон красоты, куда прямо сейчас отправимся. Я с вами. Ирма, мы привезли очень интересную девушку. Я вижу. Зовут девушку Вика. Вика у нас ищет работу. Полпроблемы Вики мы уже решили. Мы вместе со стилистом уже побывали в магазине и подобрали для нее вот этот замечательный комплект. Теперь осталось дело за малым, но и за главным. Что там? Что там под этой гулькой? Мне самой интересно. Ну, интересный цвет, правда? Я никогда еще в жизни не красила волосы. Ну, ты уникальная. Что бы я посоветовала? Сконцентрировать внимание вот на этой зоне. Это может сделать либо челка, это прямая, косая челка. Для таких волос, для того, чтобы их подчеркнуть, нужны с четким, красивым контуром стрижки. Готова? Готова. Ну, мы вам желаем удачи. Все будет очень хорошо. Белые брови всем к лицу. Ну что, посмотри на себя. Ты видишь это все в последний раз. Для таких девушек, как Виктория, я бы рекомендовала подчеркнуть свои глаза, то есть их оттенеть. Таким образом мы очень сильно освежаем свое лицо. Губы должны быть просто естественными. То есть это просто обычное нанесение блеска. Самым главным образом это играют брови. Если брови ухожены, то и лицо всегда, ну, как бы у девушек, оно опрятное. Матерь Божья, это кто тут такой важный сидит, а? Если бы я тебя увидела где-нибудь в обиденное время, в каком-то кафе, я бы сразу поняла, что эта девушка работает в какой-нибудь офисе дорогой престижной компании. Ты должна сама на это все посмотреть. Мне страшно, я переживаю очень. Не переживай. Тебе понравится, Ирма. Крутим? Крутим! У меня нет слов просто. Волосы теперь у меня выглядят здоровыми, ухоженными. Это самая функциональная длина по плечам. Это явно не я. Я буду долго привыкать к отражению в зеркале. Красиво очень, макияж такой. Мы постарались придать естественной красоте всего лишь немного другую форму, немного другой оттенок. И вот это у нас получилось. Я себе нравлюсь. Думаю, что все-таки новый образ поможет мне быстрее найти работу. Наша Вика в результате получилась очень ухоженной, такой, знаете, правильной девушкой, которая уже, как мне кажется, заслуживает самой престижной работы. Я в восторге. И ты должна поделиться этой радостью со своими друзьями. Ну что ж, поехали к друзьям? Поехали. Спасибо большое. Пожалуйста. Я очень волнуюсь, поскольку я ее ждала. Надеюсь, она меня не убьет и будет с вами дальше общаться и не забанит меня. Я думаю, что она будет самая лучшая для меня дочка, самая красивая. Мне бы не хотелось, чтобы она была в черном. Я хочу, чтобы она была в красном. Хочу видеть Вику в длинном красивом платье на каблуках и с красивой прической, ну, блондинкой. Мне кажется, может, как голливудская звезда какая-то. Черные скини, джинсы там, или джинсовочка, белые конверсы. Не знаю, что-то интересное. Прическа, может, выбритый висок сейчас или там модный. Я бы хотел видеть Вику сейчас в таком деловом костюме, и чтобы она была такая бизнес-вумен. Добрый вечер, дорогие родственники и друзья Вики. Красивые Вики, вы все сегодня. Мы ее изменили, как нам кажется, радикально. Хотя, в общем-то, ничего особенного мы и не делали. Мы всего лишь придали ее внешности той городской простоты и тех черт, которые необходимо было добавить Вике. Вика получилась настолько хорошо, что, мне кажется, теперь она даже готова работать на дипломатической службе. Готовы? Готовы. Вика, заходи. Причайте обновленную. Хорошо, что не брюнетка и не в черном. Ну, она просто суперзвезда моя. Супер. Я не додумалась себя так изменить. Спасибо большое Оксане. Эти изменения пошли мне на пользу. Что, что? Но мы такого не ожидали. Спасибо вам огромное, что прокачали мою подругу Вику. Красивый и ухоженный внешний вид помогает не только в обустройстве личной жизни, но и карьеры. Ой, надеюсь, что очень скоро мы в этом убедимся. Впрочем, как и сама Вика. Ну, а мы тем временем займемся ее подругой Олей. Выглядеть нужно хорошо. Всегда и везде. Даже если вас никто не видит, все равно нужно выглядеть хорошо. Диспетчер такси Оля никогда не задумывалась над тем, что приятному голосу нужна еще и приятная внешность. Пойдем переубедим девушку. Мне так понравилось то, что со мной произошло, и поэтому я решила порекомендовать свою подругу Олю. Она работает в такси и думает, что если ее никто не видит, то необязательно хорошо одеваться и делать себе прически. Моя работа офисная. Я никуда не хожу, и поэтому производить впечатление на людей мне не нужно. Я одеваю в основном удобную одежду для себя, кофты, обычные штаны. Мои подруги все время меня критикуют. Говорят мне одевать красивые вещи, делать прически. Но зачем мне это нужно? Меня все равно никто не видит. Пожалуйста, прокачайте мою подругу и сделайте из нее красотку. Такси, здравствуйте. Где находитесь? Куда направляемся? Здравствуйте. Здравствуйте. А нам нужна Оля. А это я. Ой, какая прелесть. Оленька, мы к вам. Зачем вы сюда приехали? У тебя есть подружка Вика, которая обратилась к нам с тем, чтобы мы тебе помогли. Дело в том, что Вика жалуется на то, что ты выглядишь, ну, мягко говоря, не очень. Голос, говорит, у тебя красивый. А вот как только с этим голосом распрощаешься и захочешь с тобой встретиться, так сразу разочарование наступает. То, что мы сейчас видим, действительно соответствует тому, что она нам описала. Вика? Она не могла такое сказать. Вика за этот день уже преобразилась настолько, что ты уже ее не узнаешь. Поэтому мы хотим с тобой сделать то же самое. Что скажешь? А что вы хотите сделать со мной? Ты нам нужна на один день, в течение которого мы поработаем с тобой. Мы отведем тебя к стилисту, магазин, но для начала мы должны отправиться к тебе домой. На такси! Давай, бросай работу и поехали с нами. Ну, вы же понимаете, что я не могу бросить сейчас. Нет, ну понимаем, ну мы видим, что здесь много людей. Слушай, а может быть есть кто-то, кто тебя подменит? У меня есть напарница, но у нее сегодня выходной. И я сомневаюсь, что она согласится. Ну, попытка не будет. Давай, звони напарнице, звони. Давай. Алло. Алло, Таня, привет. Привет. Мне нужна безумно твоя помощь. Ко мне приехали с телевидения и хотят меня забрать, чтобы поменять мне имидж. Алло, классно. И если ты меня сейчас подменишь, я буду тебе безумно благодарна. Да нет, ты что, у меня планы на сегодня уже есть. Таня, здравствуйте. Это Василиса и Каролина. Тань, ну тут такое дело жизни и смерти. Помогите, пожалуйста. Подмените подружку, а? Ну вы же не хотите, чтобы Оля все время была такой серой мышкой. Ну вы же хотите дружить с классной девчонкой. Таня, вы даже себе не представляете, как мы вам благодарны. Хорошо, спасибо. Ждем. Вот видишь, все хорошо. Собирайся, пока. Где же это Таня? Ой, Таня, мы вас так ждали. Спасибо большое, что согласилась подменить Олю. Олю мы забираем с собой. Вечером вернем в лучшем виде. Ты ее не узнаешь. Вот мой гардероб. Прекрасный. Скрип. А вот наша корзина, кстати, которую мы тут поставим. Если что у нас вызовет сомнения, тогда мы будем сюда складывать твои вещи. Хорошо? Куда это? Вы их забирать будете? Если твои вещи будут тебе не подходить уж совсем, тогда стилит тебе объяснит, почему они тебе не подходят. Да ты сама все поймешь совсем скоро. Ну показывай. Ох, какой свитерок маленький. Слушай, Оля у нас тоже невелика. То есть Егора позволяет тебе носить вещи такой длинной? Да. Спокойно, комфортно себя чувствуешь? Мы возьмем его с собой, потом ты нам продемонстрируешь, как это выглядит на тебе. Похожий свитер. Ой! Только от другой расцветки. Интересно. Отличный мягкий цвет тоже. Это вот такой вот свитер. Это значит, что здесь должны быть юбки, которые обтягивают ее талию, а то и выше нее. Отличные свитерочки. Главное, хочется посмотреть, с чем ты их сочетаешь. Штаны, джинсы. Все, печалька. Просто эти вещи уже, конечно, в люди надеть нельзя. Согласись. Не согласна. Я хожу и комфортно себя чувствую. Я не специально их разрисовала, но при этом я не хочу их выбрасывать, так как они очень удобные и не вижу смысла покупать новые. Хорошо. То есть это вот эти замазанные брюки, живот и короткий свитер, да? Да. Так, я понимаю. О, через чур. Просто этой смелости никто не видит. Вот такие короткие свитера, я считаю, могут позволить себе носить девушки, у которых идеальный пресс. Просто идеальный. Покажи еще что-нибудь. Более классический. Какого такого классика вы их сейчас упомянуть хотите? В моем понимании классические вещи – это вещи более темных тонов, то есть черные, как по классике. И ткань, естественно, блестящая и более гладкая. Сама она говорит за себя. Ничего интересного. У тебя такая классная внешность, у тебя такое прям вот... Девичья, речика, и у тебя нет ни одного платья. Очень красивая девочка. Рождена для того, чтобы носить платье. Жалко, что все так хорошо начиналось, и все так банально закончилось. Вот с этой коробкой едем в дизайн. Вперед. Поехали. Я считаю, что ведущие неправы, так как эти вещи выбираю я для себя, и мне комфортно в них ходить, никакие каноны не заставят меня передумать и поменять свой стиль. Сережа, мы к тебе привели сегодня уникальную девушку, которую нашли в службе так сильно. Да, возможно, ты даже когда-то слышал ее голос, просто не знаешь, что это была Оля. Да. Мы все, возможно, пользовались Олиными услугами, а вот теперь пришла пора свои услуги предоставить таким девушкам, как Оля. Мы с Васей померяем кое-что из вещей Оли. Ты посмотришь на нас, посмотришь на Олю еще раз уже свежим взглядом в новых вещах, ну и потом продолжим нашу беседу. Попробуем. Ты должен составить полное впечатление о том, как одевается Оля. Идем меньше. Идем. Ну что? Я сразу понял, что пунктик у этой девочки это показать свой пупок. Зачем это делать? Я не понимаю. Тем более на работе, на которой ее никто не видит, как она говорит. Мне стыдно. Ну а что вам не нравится? Оля, а как ты думаешь, почему мне стыдно? Кофта слишком короткая. Я себя чувствую трансвеситом каким-то. На ведущих моя одежда сидела довольно-таки прилично, и я не понимаю, почему они заварили такую кашу из-за живота, из-за цветов. Так, давайте разбираться. Откуда у тебя эта любовь к таким коротким свитеркам? Я считаю, что в этих свитерках я выгляжу более кокетливо и игриво. Все понятно с тобой. Эти свитерки выглядят совсем не кокетливо, а скорее пошло, возможно неуместно, бульгарно. Если они так тебе уже нравятся, миксуй и с какими-то блузками. Либо же надевай что-то более с высокой талией, чтобы твой пупок не сверкал у всех на виду. То есть вы хотите сказать, что вам не нравятся мои свитера? Именно это я пытаюсь тебе сказать. И даже их цвет не спасает. Учитывая комплекцию твоей фигуры, тебе также не стоит выпячивать некоторые недостатки ее. И что же вы мне посоветуете подобрать? Олечка, я бы на твоем месте, тем более с твоей сидящей офисной работой, обращал внимание на более классические, стройные, элегантные силуэты. Ты все поняла? Да. Точно? Точно. Потому что прямо сейчас мы отправляемся в магазин. Мы это и проверим. Поехали. Ну что ты так смотришь? Как чебурашка прямо на крокодилогену. Тут все просто. Главное, после того, сколько мы тебе всего сказали, после того, что сказал тебе Сережа, ты все там помни и не делай ошибок прошлого. Здесь громадный выбор совершенно разных вещей. Поэтому тебе предоставляется уникальная возможность выбрать то, что тебе нравится, но только не допускать ошибок прошлого. Я думаю, это не очень удачная идея, но все же можно попробовать. Главное помнить, что я тебе говорил, и вперед. И спеть! Чьё это? Мой сверху! Давай! Это платье. Мне кажется, твоим глазам это будет хорошо. И с плащом. Ну, в этом платье на работу будет некомфортно ходить. В платьях гораздо удобнее вообще, чем в любых брюках. Давай просто посмотрим, как тебе в этой длине. Я тебе показываю короткий свитер и юбка. Я думаю, юбка сюда не подходит. Юбка с завышенной талией, чтобы минимизировать этот разрыв, который ты обычно оставляла большим и вульгарным. Я попробую. Я же предлагаю радикально иное разрешение. Стендаль. Красное и черное. Это всегда успешное цветовое сочетание. По-моему, слишком ярко. Я не уверена, что готова носить такую вещь. Я помню, у кое-кого есть яркие свитера. Мне уж не терпится, чтобы ты сняла наконец-то свой комплект. Комплект. О! О, тут совсем другая походка. Какая уверенная походка, скажи. Слушай, ты на кампуках ходишь гораздо лучше, чем без. Одежда определяет и осанку, и походку. Это видно сразу. Как тебе, скажи. Мне нравится это сочетание, но я бы никогда не одела его на работу. При том, что у тебя достаточно казуальный свитер такой, да, но при короткой юбке и небольших каблуках, и игривый клатч, ты сразу чувствуешь себя по-другому. Ну что, двигаемся дальше. Иди переодевайся. Тебе действительно на каблуках идется гораздо легче, чем без. Вася, признаюсь, я тебе просто завидую. Мне нравится этот комплект. Сочетание цветов очень-таки довольно-таки интересное. Очень хорошо. Вот с такими джинсами скини. Не такой уж яркий топ, как ты боялась. Это совершенно проверенный такой универсальный, стандартный и цветовой, и стилистически подобранный вариант, которому, ну, уже не придерешься, потому что, ну, наверное, не было такого журнала в мире, который бы вот подобные комплекты не рассматривал как классический. Ты можешь надеть полностью черный лук, но добавив всего лишь одну деталь, как красный шарфик или красная обувь, ты сразу же его преобразишь. Цвета, да, цвета очень дополняют друг друга. Мне нравится это платье. Оно очень свободное, и вот я не ожидала, что оно будет выглядеть на мне именно так. Удобно ведь, согласись. И не обязательно на работу. Хоть в филармонию, хоть на ужин, хоть на кастель. Хоть в библиотеку, хоть на дискотеку. Все хорошо, когда смотришь на тебя. Но вот, убейте, не могу смотреть я на этот обруч на голове. Поэтому, чтобы избавить тебя от этого обруча, а точнее, наконец-то показать тебе, что же должно быть на твоей прекрасной светлой головушке, мы едем в салон. Класс, наконец-то. Денис, вот я готова поспорить, что нечасто у тебя в кресле сидят диспетчеры такси. Нечасто. Это Оля, которая действительно впервые пришла в салон красоты. Она никогда не стриглась у профессионального парикмахера. Мы уже успели отметить, что у Оли великолепные волосы. И вот, что меня раздражает с самого первого момента, как я только увидела Олю, так это вот этот обруч. Наконец-то этот обруч может быть снят. Ура, ты счастлива? Очень. Еще не совсем. Я бы рекомендовал открыть зону шеи, сделать бы какую-то косую челку, которая подчеркнет силуэт овала. Мы сейчас Оле покажем ее отражение в зеркало, потому что такое ты больше себя не увидишь. Ну что, поворачивай. Поверь, тебя сложно испортить. Вот. Испорт настроению Денису, но не дай себя уродовать. У Ольги очень густые волосы, поэтому мы сделали ей короткую стрижку, открыли шею, сделали косую челку и сделали ее более максимально облегченной, градуированной. Для повседневного макияжа Оле достаточно легкая коррекция. Ей можно подчеркивать глаза теплыми оттенками теней. Для губ она может использовать любые цвета, но для вечернего макияжа я бы посоветовал помаду красную. О, Господи, ты сделал это! Это что, вообще, другой человек? Я была уверена, что Оле будет хорошо вот с такой прической. Ну что, настолько? Главное, не то, бруча. Мне нравится. Современная девчонка, отлично. Я уже не могу дождаться. Ну так и не будем томить. Пожалуйста, смотри. Поворачивай. Это другой человек? Это я? Это не я. Я увидела новую, свежую девушку. У меня вот действительно никогда не было такой короткой стрижки. Это просто невероятно. Мне все нравится. Мне нравится прическа, мне нравится цвет волос. Спасибо большое. Пожалуйста, на здоровье. Теперь она и хрупкая, и современная. Она и юная, и в то же время уверенная в себе. Теперь нужно, чтобы друзья оценили этот шедевр. Они уже ждут, кстати. Поехали. Поехали. Я думаю, ее покрасили в белый и сделали прическу покороче. И одели как миленькую девочку. Мне кажется, она станет брюнеткой. Наверное, может, ей челку постригут. Ну, обрелит виски, возможно. На нее одели ровные каблуки, короткие шорты и сделали какую-то невероятную прическу. Я думаю, ей должно идти. Мне что-то кажется, что ее побрели на волосы. И одели на нее кожаный костюм. Добрый вечер, ребята. Здравствуйте. Ой, ребята, знаете, хотим вам сказать, что никогда не знаем мы с Василисой, что принесет каждый последующий день. Вот в случае с Олей нам было работать очень и очень приятно, потому что более покладистого характера, по-моему, мы давно не встречали. Да, спасибо тебе, Вика, большое за то, что дала такой благодатный материал для работы. Оля от этого дня получила истинное удовольствие, потому что она отдалась нам, доверилась и получила результат хороший, как всегда это обычно бывает. Теперь осталось одно, чтобы вы оценили работу не только нашу с Васей, ну, это, по-моему, самый маленький вклад, о котором мы заговорили. Дружки Тане, которая поддержала Олю и подменила ее на работе. Спасибо, Таня. Этот случай у нас получился радикальный. Будьте к этому готовы. Ну и выразьте все свои эмоции вашими аплодисментами. Оля, это день! Оля, это день! Оля, это день! Я по своему опыту знала, что из нее сделают красавицу, но такого я, честно говоря, не ожидала. Мне очень приятно и очень благодарна вам. Мне даже захотелось просто признаться ей в любви, так как я это уже долго в себе хранил очень. Я очень благодарна Вике за то, что она как бы меня сдала, но это пошло мне на пользу. Я тоже. Это супер просто. Я вас обниму. Она стала более женственной. У нее появились более женственные черты в ее образе. И ей очень идут каблуки, платья, украшения. Она раньше ничего этого не носила. Спасибо, что прокачали мою подругу. Она лучшая. Ну что, девчонки переделаны. Друзья счастливы. Ну и мы остались довольны результатами своих усилий. А вы не стесняйтесь присылать к нам своих подруг, сестер или коллег. Ведь кто, как не мы, научит их быть красивыми. Ну а о том, как же изменилась судьба наших героинь после Мэйковера, вы можете узнать на сайте Тед.ТВ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok